Петропавловская Борщаговка Уже два года, слава богу, по дороге не было никаких инцидентов Если ты молод и здоров, вполне реально пересесть на велосипед Тем более в таком большом городе с массой пробок Думаю, через 20 лет очень много людей поменяют машины на велосипеды Когда погода очень плохая, я еду на метро Это тоже прекрасный вид транспорта Автолюбители недооценивают его удобство Через 20 лет все поменяется Ведь человечество не может себе позволить такой образ жизни Где автомобили создают многочисленные пробки А на работу люди добираются полтора часа Ведь изменение климата происходит именно вследствие техногенной деятельности человека Так что надо, по крайней мере, сменить авто на велосипед Украина большая, прекрасная страна, однако вопрос экологического загрязнения тут стоит очень остро Мы тревожимся о состоянии воды, почвы, чистоты воздуха Поэтому с точки зрения сохранения природы нужно срочно принимать меры И уже существуют неплохие решения Например, Украина — самый крупный производитель зерна в мире Кроме того, вы производите огромное количество подсолнечного масла А это все — источник продуктивной биомассы Если собрать эти отходы, то их можно пустить в переработку Мы говорили с учеными И они считают, что если собрать все отходы, то больше не будет нужды закупать газ Тепло и даже электроэнергию можно будет получать от сжигания такой биомассы В ПРООН мы последние несколько лет экспериментировали с использованием соответствующих технологий для этого Ведь необходимо внедрить определенную систему, а это требует известных инвестиций Однако это прекрасная возможность капиталовложения как для страны, так и для отдельных общественных зданий, например, школ Вместо газовых установок или использования угля Новые технологии буквально через 3-4 года помогут начать зарабатывать деньги, а не тратить их Для первоначальных капиталовложений можно использовать банки Ведь уже через несколько лет кредит можно будет вернуть и начать получать прибыль Уже более 12 таких установок работают в Украине Необходимое оборудование тоже производится в Украине Так что нет необходимости тратить деньги на импорт А сам ресурс биомассы достаточно постоянный К сожалению, поставить систему на такое невысокое здание, как у нас, не разрешат городские власти Ведь труба очень длинная Но для больших зданий, офисов, школ, общественных зданий, это прекрасное решение В Украине несколько лет назад была проблема с закупкой медицинского оборудования за государственные деньги На самом деле они уходили совсем не на медицинские цели Потом в украинском правительстве узнали, что деньги не идут на поставку лекарств для больных пациентов, хотя суммы на это выделялись из бюджета Поэтому решением правительства государственные средства на покупку лекарств были переданы международным организациям И уже более двух с половиной лет лекарства регулярно поставляются на рынок В них особенно нуждаются пациенты с наследственными и тяжелыми заболеваниями, такими как гемофилия, онкология или туберкулез Это большой шаг в деле по борьбе с коррупцией В недалекой перспективе уже в 2019 году для этих целей будет организовано специальное агентство Ведь все-таки это не входит в наши обязанности Однако необходимо наладить систему, чтобы работали антикоррупционные меры Ведь та ситуация от трехлетней давности была просто неприемлемой Теперь украинские власти приняли волевое решение поменять ситуацию Сегодня процесс налажен Мы говорили с пациентами, которые благодарны правительству за такой шаг Вскоре после событий на Майдане власти приняли закон, согласно которому все чиновники должны зарегистрировать все, чем владеют Машины, золото, серебро, деньги В других странах это обычная практика Таким образом, госслужащие говорят обществу Я декларирую мои сбережения Это открытая информация в интернете, которую посмотреть может каждый Про ООН помогало внедрить этот проект Например, мы помогли с программным обеспечением для системы Хотя само решение было принято украинцами, а не нами Благодаря правительству эта система была внедрена И уже более одного миллиона чиновников там зарегистрировались К началу было несколько скандалов, связанных с вопросом Откуда у простых госслужащих такие богатства? Теперь все эти данные могут использоваться Национальным бюро противодействия коррупции Или стать источником для возбуждения уголовного дела Ведь все должно быть законно Сегодня любой украинец может ввести в систему имя интересующего его министра или чиновника И получить информацию о его доходах Прозрачность системы очень важна Ведь за предоставление неправильной информации или ее отсутствие Предусмотрено уголовное наказание, это нарушение закона И очень рад, что по примеру других стран такая система теперь работает в Украине Самая большая сложность сегодня состоит в том, что для решения мировых проблем Не хватает платформы для обсуждения между разными странами Такими проблемами, я считаю, конфликты, вынужденное перемещение беженцев из Сирии, Йемена и других мест На мировом уровне страны пока не могут уладить эти вопросы Решением таких же задач в Украине занимается ООН Недавно была организована бизнес-выставка, где приняли участие 87 предпринимателей из Донбасса Они прибыли, чтобы представить свои предприятия в Торговой палате Украины Многим из них мы помогаем Например, существует система грантов Также мы организовываем тренинги, особенно для вынужденных переселенцев На таких занятиях они могут научиться бухгалтерскому учету Или получить консультацию по проблемному бизнес-вопросу Можно подумать, что донбассские предприниматели заняты простым производством, например, в сфере сельского хозяйства Но это не так Я знаю компанию, которая производит 3D-принтеры А другая — тяжелое оборудование для поездов Это продвинутые технологии, благодаря которой продукцию можно экспортировать в другие европейские страны Так что Донбасс может удивить своими деловыми предложениями Как вы знаете, ООН была создана после Второй мировой войны В основе нашей деятельности лежат принципы мира, сотрудничества и толерантности Сегодня украинское медиапространство занято решением разных противоречивых дилемм Однако мы отдаем приоритет вопросам толерантности и взаимопонимания между регионами И о том, как Запад и Восток страны могут дополнять друг друга А Украина гордится украинцами Мы задействовали известных украинцев, чтобы они, как послы доброй воли ООН, несли послания о важности взаимопонимания Мы сотрудничаем с 10 известными личностями Среди них певица Катя Чили Недавно она давала концерт в городе Кременчук И заодно рассказывала своим поклонникам о важности толерантного отношения Писатель Люп Кодереш часто в своих лекциях рассказывает о моральных ценностях своим читателям и слушателям Мы намерены расширить эту программу Мы хотим, чтобы о таких важных вещах рассказывали уважаемые в народе личности Мы гордимся этим проектом Я думаю, это вызовет интерес у многих людей Как я уже упоминал, в основе работы ООН лежат фундаментальные принципы мира и сотрудничества Взаимопонимания, борьбы с проявлениями дискриминации Я рад возможности посвятить свою жизнь такому делу Офисы ПРООН расположены практически в любом уголке мира И это прекрасная возможность для нас познакомиться с множеством интересных людей И приложить усилия к тому, чтобы те же идеи и ценности работали в разных культурах Я прибыл в Украину более двух с половиной лет назад И считаю ее прекрасным местом для жизни Здесь комфортно, моей семье очень нравится Киев Конечно, ситуация в стране не одинакова во всех областях Однако Киев — определенное место, где нужно побывать Река Днепр и Одесское направление демонстрируют прекрасные пейзажи, которые, напомню, надо бережно охранять А Карпаты — просто отличное место для туризма Украина может привлечь туда многих европейцев Надо только сделать, чтобы Украина ассоциировалась с прозрачной системой Гостеприимными людьми и, конечно, прекратить конфликт Тогда Украина сможет на 100% реализовать свой потенциал замечательного туристического направления Как неотъемлемая часть Европы Река Днепр и Одесское направление